всем привет обзор на беспроводные внутриканальные наушники с зарядным кейсом это ausdom tw01 коробка у наушников сделана из плотного картона есть изображение самих наушников а также краткая информация здесь написано что наушников hd audi эргономичный дизайн защита от влаги ipx4 беспроводное соединение по bluetooth 5.0 долгое время работы наушников и автоподключение коробки помимо наушников есть инструкция на английском языке кабель для зарядки и две пары запасных силиконовых амбушюр кейсы сами наушники ausdom сделаны из глянцево-черного пластика на крышке присутствует логотип бренда на задней стороне есть разъем для зарядки также индикатор состояния батареи кейс компактный легкий с крышкой крышка сама по себе не закрывается у кейса аккумулятор на 600 миллиампер и это даст возможность зарядить наушники 5-6 раз поскольку в самих наушниках аккумулятор на 50 миллиампер часов в каждом с работой в активном режиме около пяти часов и сумме наушники могут проработать 25-30 часов есть два способа подключения наушников первые мы просто их достаем из кейса и дожидаемся пока на главном наушнике не загорится синий красный индикатор это говорит о том что наушники подсоединились друг другу и еще для подключения ваш телефон второй способ вам нужно зажать универсальную кнопку и дождаться пока голосовой помощник на английском языке скажет что наушники включились и готовы для соединения также наушники можно подключить по отдельности сначала один наушник а потом второй подключение у наушников house дом по bluetooth 5.0 с edr что дает более стабильную связь и лучшую передачу звука в этих наушниках установленные драйверы ndf с диафрагмой на 8 миллиметров с сопротивлением 14 он частотным диапазоном от 20 до 20 тысяч герц и чувствительностью 90 децибел хотя есть мнение то если у наушниках нет 100 децибел они играют тихо но это не относится к данной модели поскольку у нее глубокая посадка в ушной раковине и хорошая шумоизоляция если говорить о качестве звука по моему ощущению они выдают звук выше среднего относительно своих конкурентов в этом ценовом сегменте то есть они играют лучше чем blue идет и в мини но как по мне немножко не дотягивают до high low наушниках есть обозначение стороны это магниты на которой они садятся в кейсе и универсальная кнопка управления которая выполняет все стандартные функции в медиаплеере а и при звонке на каждом наушнике находится hd микрофон мой обзор подошел концу а вы конечно же ставьте лайк подписывайтесь на канал ссылка для заказа наушников будет в описании на удачных вам покупок до новых встреч